Речная дельта Все многообразие форм жизни находится здесь в тесном взаимодействии друг с другом и природными условиями дельты. По форме речная дельта напоминает треугольник. Отсюда и название. Дельта — это буква греческого алфавита, имеющая треугольную форму. Форма жизни Дельта Волги — крупнейшая речная дельта Европы. Несмотря на южное положение дельты, зимы здесь бывают суровые. Кажется, что все обитатели этого края покинули его. Только вездесущие сороки и вороны нарушают его белое безмолвие. Но это первое впечатление. Многие обитатели дельты здесь. Стоит лишь присмотреться повнимательнее. Жизнь не покинула эти места. Она просто затаилась на время. Вдоль незамерзших проток держится большой крахаль. Но это не постоянный обитатель дельты. Эти утки прилетели из самых северных районов Евразии. Но не холод выгнал их из родных мест. Наличие доступного корма — вот что влечет крахалей в эти места. В водах дельты даже в самые суровые месяцы вдоволь рыбы. А от ледяной воды и ветра уток спасает теплый пух. Но он не спасет их от другой опасности. Белохвостый орлан может доставить уткам массу неприятностей. От нежелательного соседства крахали спасаются в густых зарослях, где им не страшен пернатый хищник. Орлан продолжает патрулировать свою территорию, и не напрасно. Остатки трапезы ночного хищника помогут огромные птицы пережить зиму. Зимой волжские раскаты напоминают безбрежную ледяную пустыню. Но и она полна жизни. Большое количество лебедей отказались от полета на юг. Холод и снег им тоже не помеха, была бы открытая вода. На незамерзших мелководьях лебеди легко находят себе пищу. А заросли сухого тростника служат им отличным укрытием на ночь. До весны еще далеко. Но южное солнце все сильнее пригревает замерзшую дельту. Зная, что зима не навсегда, орланы весело резвятся над ее белыми просторами. Весна приходит в дельту рано. Уже в мае появляется зеленая поросль тростника. А ветви деревьев покрываются зеленой листвой, стремящейся к солнцу и теплу. По утрам еще прохладно. Но скоро густой туман отступит под жаркими солнечными лучами. Дельта проснется. И начнется жизнь, полная суеты и нерешенных проблем. Перед парой синиц-ремезов стоит сложная задача. Их прошлогоднее гнездо за зиму пришло в негодность. Впереди большое строительство. Новое гнездо должно быть готово вовремя. У дятла жилищный вопрос давно решен. Но хлопот у него не меньше. В уютном дупле самка высиживает яйца. И самец должен обеспечить ее пропитанием. К счастью, в ветвях деревьев уже полно различных насекомых. Так что никто не останется голодным. А вот чете скворцов стоит позаимствовать у дятлов спокойствие и уравновешенности. Самка скворца кажется ненасытной и безостановочно подгоняет самца громкими криками. Она знает, что на прибрежных ветвях много вкусных стрекоз, и скворец добросовестно исполняет ее прихоти. Основное событие весенней дельты – это половодье. Миллионы кубометров талой воды, собравшись от самых истоков Волги, устремляются вниз. Вода быстро поднимается и тысячами небольших ручьев и мощных потоков растекается по свободному пространству. Маленькие ереки и протоки наполняются до краев, а поля превращаются в озера. Это и есть так называемые полои. Полои – это лягушачье царство. Сейчас период размножения. Самые нетерпеливые завели свои брачные песни еще в апреле, а в мае их хор звучит практически непрерывно. Эти огромные водные просторы служат отличным местом для нереста множества волжских рыб. Инстинкт размножения ведет в эти теплые, неглубокие воды – карасей, самов, щук, лещей. Рано утром можно наблюдать нерест Сазана – короля Волжской дельты. Возбужденные самцы рыщут по безбрежным пространствам полоев в поисках самок. Собираясь в группы, порой до десятка особей, самцы преследуют их. Во время этой бурной погони самки откладывают до полутора миллионов икринок, а самцы спешат оплодотворить их. Лишь к полудню изможденные самцы окончательно устают, и нерест прекращается до следующего утра. Так продолжается примерно две недели. Отнерестившаяся рыба скатывается в реку, а полои становятся питомником рыбьей молоди. Такое количество доступной еды привлекает на полои орлана. Но Сазан, который может достигать 15 килограмм, не всегда по силам даже такой крупной птицы. К счастью, неподалеку нерестится рыба поменьше, но на нее открыл охоту другой хищник. В дельте обитает несколько видов змей, которые в период нереста переходят на рыбную диету. Этот узорчатый полос решил перекусить нерестящейся воблой. Стоит неосторожной рыбке зазеваться, и она становится полноценным обедом стремительной рептилии. Несколько дней уйдет на переваривание добычи. Отобедать рыбкой еще раз змея может и не успеть. Нерест длится недолго. Раскаты в половодье превращаются в безбрежные водные пространства. В основном на раскатах скапливаются вернувшиеся из теплых стран птицы. Лето для них – это время заботы о потомстве. Многие птицы выводят птенцов здесь же, на раскатах. А некоторые предпочитают гнездиться повыше. Это колония больших бакланов. Они вернулись в дельту еще в марте, и сейчас колония живет интенсивной жизнью. Большие бакланы – птицы моногамные. Они образуют пару на всю жизнь. Самец и самка на равных участвуют в жизни колонии. Основная их забота – накормить подрастающее потомство, которое готово поглощать рыбу с утра до вечера. За рыбой бакланы летают на раскаты. Они прекрасно ныряют и плавают. В отличие от водоплавающих птиц, их перья не покрыты жиром. И после интенсивной рыбалки бакланам необходимы воздушные процедуры. Близкий родственник большого баклана – кудрявый пеликан. Его жизнь тоже связана с водой, а в придачу он еще и отличный летун. Они также гнездятся колониями, спрятанными среди бескрайних просторов раскаток. На мелководье пеликаны прилетают кормиться и, возможно, немного отдохнуть от семейных обязанностей. Но родительский инстинкт сильнее, и они не задерживаются здесь долго. Лебедь – одна из самых любимых птиц у многих народов. О лебединой верности слагаются песни, стихи, легенды. Птицы необычайно привязаны друг к другу, и однажды заключенный союз продолжается всю жизнь. Гнездится лебедь в зарослях тростника. Здесь птицы устраивают гнезда диаметром до трех метров и высотой до 80 сантиметров. Самец не разделяет труда самки по высиживанию яиц, но ревностно охраняет гнездо от врагов. Постепенно весеннее половодье завершается. К началу лета уровень воды начинает медленно падать. Подросшие на полу их мальки вместе с отступающей водой скатываются в протоки и ерики. Они питаются планктоном и микроводорослями, которые бурно развиваются в теплой летней реке. Поверхность воды покрывается миллиардами зеленых точек, впитывающих энергию жаркого солнца и готовых передать ее прожорливой рыбьей молоде. Но обилия пищи недостаточно, чтобы выжить. Щука является признанным чемпионом по истреблению мальков. Но даже такому искусному охотнику непросто поймать добычу. Щука играет роль санитара, поедая больных и ослабленных рыб. Часто она стоит среди водных зарослей или коряк и не обращает внимания на проплывающих мимо мелких рыбешек. Ей подавай добычу покрупнее. Родственные связи не мешают хищнице закусить собственным сородичем. В середине лета дельта превращается в цветущий сад. Под водой разрастаются настоящие джунгли, которые становятся местом обитания практически всех волжских рыб. Бесчисленными стадами резвится красноперка. Она по праву считается одной из самых красивых рыб дельты. В рационе красноперки в основном растительная пища, хотя она не брезгует и водяными насекомыми, и моллюсками. Здесь часто встречается сом. Это ночной хищник. Днем он предпочитает оставаться без движения в зарослях растительности. Сом осторожен и сразу уплывает, если его побеспокоить. Но правит здесь бал, конечно, сазан. Как и для других рыб, лето для сазана – период нагула. Огромными стаями он ходит в теплых прозрачных водах дельты. От былой удали не осталось и следа. И сейчас самцы больше напоминают молодых бычков, пасущихся на деревенском лугу. На поверхности – буйство зелени. В заводях цветут водные растения с плавающими листьями. Водяной орех, кувшинка – белая, желтая – кубышка. И, конечно, растения, ставшие своеобразной визитной карточкой летней дельты – лотос орехоносный. Начало августа – пик цветения лотоса. Цветки лотоса крупные, до 30 сантиметров в диаметре. Они могут менять свое положение, двигаясь за солнцем. Именно эта особенность сделала его священным во многих культурах мира. Когда лотос отцветает, становится виден плод, так называемая кубышка. В каждой кубышке находится до 30 семян. Созревают они в сентябре. И цветок, и листья лотоса покрыты тончайшим восковым налетом. Он предохраняет растения от избыточного увлажнения. Лотос играет огромную роль в биоцинозах дельты. Орехи, корневища, плодоножки охотно поедаются водоплавающими птицами. В августе лотосные поля становятся надежной защитой лебедю-шипуну. В это время у них линька. Они меняют маховые перья и не могут летать. Линька сложный процесс и требует особого внимания. Многие дни стаи лебедей проводят на раскатах. Этих просторных птичьих парикмахерских, избавляясь от старых перьев. Другая забота лебедей – подросшие птенцы. Перья у них еще только растут, и птенцы заботливо расчесывают свои серые шубки, подражая своим родителям. До красоты и грации взрослых им еще далеко. В белоснежные наряды они переоденутся только через три года. Как и все подростки, они пытаются ускользнуть от всевидящего ока взрослых. Их манят расположенные неподалеку заросли лотоса. Птенцы могут спокойно кормиться. Глава семейства всегда на чеку. Он готов наказать любого, кто посмеет встать на пути лебединой семьи. Но периодически размеренная жизнь раскатов нарушается. Бакланы провели всю ночь на деревьях и сильно проголодались. Срываясь на сиженных мест, сотни чернокрылых тел устремляются на поиски добычи. Их передовые отряды замечают невдалеке косяк рыбы. И начинается пир. Через четверть часа все кончено. Отяжелевшие от съеденной рыбы птицы возвращаются на излюбленные деревья, чтобы переварить добычу. А через несколько часов опять повторить свой налет. Большая белая цапля тоже большой любитель рыбы. Ее тактика – выжидание и стремительный бросок. Редкому мальку удается избежать ее меткого клюва. Ее близкая родственница – малая белая цапля. Она тоже питается рыбой, но охотится она по-другому. Томительному ожиданию малая цапля предпочитает активный поиск. Если же рыба спряталась в донной растительности, птица знает, как ее достать. Длинными ногами она взмучивает ил и хватает разбегающуюся добычу. А вот в рационе каравайки, птицы из семейства ибисовых, рыба – редкость. Ее основная добыча – насекомые и моллюски. Она ловко ловит их своим серповидно изогнутым клювом. Самые беспокойные обитатели дельты – крачки и чайки. Как и бакланы, они признанные рыболовы. Но поймать рыбу – это вовсе не значит ее съесть. Чужой успех никогда не останется здесь без внимания. В большинстве случаев пойманная рыба достается более сильной и ловкой птице. Гомон и крики не прекращаются до позднего вечера. Даже пеликан – сама невозмутимость. И тот не выдерживает этой суеты и отправляется подальше от беспокойной компании. Лето в дельте Волги длинное. Первые признаки осени начинают появляться лишь к концу сентября. В октябре растущий по берегам тростник стоит сплошной стеной, отражаясь желтым цветом в чистой и уже остывшей воде. Холодный ветер приносит дожди. Безжалостно срывает со старых ив листья и желтыми корабликами гонит их по лабиринтам протоков. Дельта наполняется запахом уходящего лета и криками птиц. Лебеди, пеликаны, бакланы большими стаями собираются на озерах и култуках подальше от человеческих глаз. Птенцы подросли и уже готовы вместе с взрослыми отправиться в дальний путь к теплым берегам Африки и Индии. Им на смену прилетает множество мигрирующих птиц. Дельта служит им прекрасной перевалочной базой на пути к местам зимовок. На смену лебедю-шипуну прибывают стаи лебедя-кликуна. От шипуна кликун отличается цветом клюва. Он желтый с черным кончиком. Лебедь-кликун образует большие скопления на водоемах Дельты. Набирая сил перед дальней дорогой, кликун активно кормится, доедая то, что оставили его предшественники. Осенью Дельту посещают большие стаи красной утки – огоря. Их яркое оперение оживляет ставшие было пустынными пейзажи раскатов. Лишь белые цапли не спешат покидать родные просторы. Вместе с чайками они качают от одного култука к другому, наводя ужас на водных обитателей. Заросли лотоса пожухли, вытянули засохшие кубышки. Их сухие листья, как древние старики, что-то постоянно шепчут друг другу, вспоминая прошедшие дни. Вскоре придут первые заморозки, и тихие протоки и заливы покроются первым литком и пушистым снегом. Последние караваны птиц покинут совсем еще недавно гостеприимные раскаты и заводи. И только орлан-белохвост на несколько долгих месяцев станет бессменным хозяином бескрайней, скованной зимним льдом Волжской дельты. В мире Волжской дельты, в каждой капле воды, на каждом зеленом листочке царит своя неповторимая жизнь. Все это разнообразие – птицы, растения, рыбы, млекопитающие, беспозвоночные – образуют сложные, взаимосвязанные и стабильные экологические системы. Огромный треугольник Волжской дельты – это не просто взаимное расположение границ и точек. Это не только три вершины, попарно соединенные отрезками. Это еще и форма жизни, которую так важно сохранить в нашем постоянно меняющемся мире. Ведь мы не получили его в наследство от наших предков, а всего лишь одолжили у своих детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...